Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете 9 недели моей работы с диетологом и массажистом. Сегодня я хочу вам рассказать о моих шокирующих результатах после разгрузочного дня. Кто не следит за всеми этими видео, я обязательно оставлю вам ссылку на целый плейлист. Там вы найдете мои еженедельные отчеты по моей диете, что я ем, какие-то рецептики, мои достижения, мои разочарования. А для тех, кто следит за этими видео, давайте приступать. И я приступлю именно с того, о чем я и начала говорить, а именно разгрузочный день. Разгрузочный день в этой диете не такой, как обычно мы его себе представляем. То есть это скорее загрузочный день и день, когда можно кушать абсолютно все, что тебе хочется. Такой праздник живота можно устраивать себе один раз в две недели. И скажу вам абсолютно откровенно, что когда начал приближаться разгрузочный день, я была готова его пропустить. То есть дальше придерживаться диеты, не позволять себе ничего лишнего. Потому что беря во внимание те две недели не очень удачные в моей диете, когда вес у меня застыл и вообще никуда не двигался, я думала, что это будет правильным решением. Но опять-таки поговорив с моим диетологом Настей, она мне сказала, ни в коем случае не вздумай это сделать. Кушай, отрывайся, что тебе не хватает, то и ешь. А мы, в общем-то, посмотрим, как будет реагировать твой организм. Во время этой диеты мне больше всего не хватало жареной картошки или вообще любых блюд из картошки в целом, потому что мне ее кушать нельзя по этой диете. И я знала точно, что я хочу что-то типа картошки фри или жареной картошки обычной, или там жареной по-селянски, или как угодно. Но я хотела жареной картошки. И я не помню конкретно как и что, по-моему, я в тот день как-то закрутилась. В итоге мы с мужем решили поехать в Макдональдс. Да, я поехала в Макдональдс, заказала себе большую картошку, дабл ройл чизбургер, латте, по-моему, да, по-моему, это было все. Короче говоря, я это все съела и аж затаила дыхание, когда на следующий день надо было становиться на весы. Я, честно говоря, была полностью уверена, что я там килограмм, наверное, набрала, а то и полтора килограмма после вот этой разгрузки моей. Но каково было мое удивление, когда я встала на весы, и вес мой вообще не изменился по отношению к предыдущему дню. У меня челюсть упала вот так вот просто на эти весы, на которых я стояла. Я подумала, они проглючили. Я встала еще раз, они опять показали тот же вес. Я сразу побежала об этом писать Насте. Она мне сказала, что, в принципе, ничего удивительного, потому что чем дальше ты сидишь на этой диете, тем меньше вероятность того, что ты много наберешь после того, как ты отойдешь от нее. То есть задача всей этой диеты заключается в том, чтобы разогнать метаболизм. И потом, даже когда я буду позволять себе какое-то отступление от диеты, то у меня не будет какой-то бешеного плюса на весах после этого. Я вообще так обрадовалась, просто безумно обрадовалась. И, кстати, я вам не сказала, результаты моей диеты, результаты вообще вот этой недели, мой вес сейчас составляет 58,4. Для меня это рекордная цифра. Я уже не помню, когда я в таком весе была, потому что, наверное, последний раз я была в таком весе лет, может, 6 назад, когда у меня были проблемы со здоровьем, и мне надо было сидеть вообще на такой жесткой медицинской диете, когда я кушала только вот эти диетические печенья Мария. Это была моя самая большая сладость. И рис какой-то отварной я ела. Ну, короче говоря, вообще очень жесткая диета у меня была. Я тогда сильно похудела. Я тогда была вот где-то в районе вот этого веса, 58, может быть, 57 с копейками. Я была очень худая. Вот. И когда я сейчас подхожу к этому весу, но при этом я вообще не голодаю, позволяю себе и десерты, и сладкое, и какую-то выпечку, и какие-то печеные продукты, я имею в виду мясо, там, овощи запекаю, я себе готовлю, в принципе, то, что мне хочется. Я вообще в шоке на самом деле, потому что у меня такого опыта еще никогда не было, но я безумно этому рада. И, в общем-то, на крыльях этого своего счастья я решила, что я теперь крутая, метаболизм у меня разогнался, я, в общем-то, могу себе позволить еще сойти там, какой-то полуразгрузочный день себе устроить. И потом на следующий день после разгрузки я еще решила добить это все просмотром кино с мужем под попкорн, под какие-то там даже чипсы были, я брала их. В общем-то, короче говоря, еще последующие два дня после этого я себе позволяла всякую такую гадость, которую не стоит позволять. Конечно, я чуть-чуть поднабрала, по-моему, грамм 300 я поднабрала, но потом буквально сразу же их там за два или сколько-то там дня сбросила. В общем-то, итог этой недели, о которой я вам рассказываю, это минус 0,5 килограммов получается. Я вот уже не помню этот вес, у меня начинает уже путаться. Ну, в общем-то, 58,4 это мой текущий результат. Я безумно этому довольна. И давайте, чтобы не затягивать, я с вами поделюсь рецептиками этой недели, которая мне очень понравилась. Первое, о чем хочу рассказать, это отойти от моей темы с десертами, потому что я в последнее время только о десертах рассказываю. Но я нашла блюдо, которое я ела вечером, и я нашла как бы диетическую пиццу. Делается она очень интересно. К сожалению, я не засняла рецепт, то есть весь процесс я вам не покажу, потому что я такая голодная была, когда я ее готовила. Я даже не сфотографировала, как она выглядит. Но я оригинальный рецепт оставлю внизу. Делается она элементарно просто. Все, что нужно для этого, это куриное яйцо, куриное филе, помидоры, лук, грибы, сыр, томатная паста и приправы. Что вам нужно сделать, это изначально фарш я смешала с яйцом, и это и послужило нашим коржом. То есть это будет служить коржом, не будет никакого теста. То есть изначально в форму для выпечки я выкладываю вот эту вот смесь фарша с яйцом, ровным слоем выкладываю. Сверху я это мажу томатной пастой какой-то, или можно найти какой-то максимально, не знаю, диетический, максимально натуральный продукт, какие-то именно пюре томатное, настоящее, не такое вот, как обычно продаются, а именно настоящее. После этого я совсем слегка выложила полукольцами лук еще. После этого я мелко нарезала шампиньоны, тоже положила, что еще в принципе у меня там было, помидоры тоже кольцами я порезала, тоже сверху повыкладывала. И сверху это нужно посыпать все сыром. Сыром я посыпала в этот раз так довольно обильно, но если вы хотите сделать менее калорийным это блюдо, то, конечно, с сыром не увлекайтесь сильно. Короче говоря, я это все запекла. Сначала нужно, кстати, я забыла сказать, сначала нужно этот корж запечь минут 15 без ничего, потом вы его достаете, мажете его томатной пастой, все накладываете опять в духовку и под самый конец я сыром тоже посыпала и опять в духовку. Блин, это так вкусно! И скажу вам абсолютно откровенно, что разницы я вообще не почувствовала между обычной классической пиццей на корже и вот этой пиццей. Может быть это, конечно, связано с тем, что я обычную классическую пиццу уже очень долго не ела, может быть с этим связано, мне очень понравилось. И действительно, это вполне такой приемлемый вариант для того, чтобы есть на ужин перед сном, потому что, по сути, как бы здесь основная часть это мясо, то есть белок, а сверху там, ну что там, помидорки какие-то, пару грибочков, чуть-чуть сыра. По сути, как бы ничего такого в этом нет. И еще хочу рассказать про панкейки, которые я делала. Эти панкейки были настолько вкусными, что я их готовила два раза даже подряд. Готовятся они вообще элементарно, просто буквально, не знаю, минут за 10 можно приготовить. И вот, кстати, то, что я сейчас буду говорить, меры, это где-то на два раза, наверное, чтобы поесть и так насладиться ими. Если вы хотите на больше готовить, то удваивайте, там, утраивайте количество ингредиентов. В общем, что нужно сделать? В миску разбивается одно целое яйцо и один белок. Взбивается это все вилкой до однородности. Потом добавляется одна столовая ложка творога. И я заметила, что лучше творог не просто добавлять, вот как он есть, а протирать через сито, тогда тесто получается более однородным. Дальше мы измельчаем столовую ложку кокосовой стружки в кофемолке и добавляем в тесто. А вторую столовую ложку стружки добавляем неизмельченной. Я взяла, по сути, просто две столовые ложки, взбила их так, блендером. И вот эту вот массу, там, какие-то сильно размололись, какие-то не очень сильно размололись, вот это я и добавила в тесто. Потом абсолютно так же измельчила две столовых ложки овсяных хлопьев и тоже туда же и добавила. Все это размешивается до однородности и нужно это оставить на 5-10 минут, чтобы оно постояло, подышало, в общем-то, воздухом. И после этого вы берете просто на сковородку с антипригарным покрытием каким-то, без масла, просто выкладываете эти панкейки, формируете такую форму, как бы именно панкейков или как оладушки, можно сделать такую форму и все с двухсторонных просто запекаете и, в принципе, на этом все. Безумно, безумно, безумно вкусно, особенно вот кокосовая стружка добавляет эту сладость, добавляет такой вот вкус, вот именно такой кокосовый. Если вы кокос любите, вы понимаете, о чем я говорю, вам тоже 100% понравится. Опять-таки оригинальные рецепты я оставлю внизу, там вообще, я так поняла, это сайт девушки, которая тоже занимается правильным питанием, у нее там очень много всяких рецептов и я там только копнула вершину, а на самом деле у нее там очень много еще рецептов, так что буду у нее там подсматривать. И на этом, в принципе, наверное, все, больше особо рассказать нечего. Воду я пью регулярно, за водой очень жестко слежу, чтобы выпивать 2 литра воды в день. И обязательно нужно, я об этом только в первых видео говорила, а сейчас уже в последнее время не говорю, обязательно стакан воды до приема пищи, за полчаса до приема пищи и потом 40 минут после приема пищи не пить вообще. Вот именно это, эти правила я очень жестко в последнее время соблюдаю и безумно довольна результатом, все мне нравится. Сегодня, кстати, у меня опять возобновляется массаж, об этом я вам расскажу уже в отчете следующей недели, посмотрим, как пойдет. По сути, как бы мне осталось там, может быть, немножко больше в тонус привести мышцы, я даже думаю, уже мне худеть особо и некуда, то есть надо немножко тонуса добавить к пятой точке моей, и на этом, наверное, я думаю, можно будет и заканчивать с моей этой всей диетой, просто потом буду поддерживать. Если у вас какие-то есть комментарии, если у вас есть какие-то интересные рецепты, я, кстати, рецепты читаю, и на этой неделе я планирую готовить все по вашим рецептам, буду пробовать, буду тестировать, какие-то самые лучшие буду о них рассказывать в следующих видео, поэтому обязательно оставляйте свои рецепты, я все читаю, все комментарии читаю, все учитываю, мне безумно просто интересно, и, в общем-то, да, не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось это видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Так, то я до сих пор, вот сколько я им уже пользуюсь, наверное, больше месяца, я до сих пор не могу разгадать точно его аромат. Черт, у нас что-то не то получается. Давай! Все то! Все! Ты мне как забор красить!